Стоит ли ставить стоп-приказы при инвестировании? Несмотря на то, что этот вопрос кажется очень простым, ответ невероятно сложен. Ведь все зависит от того, какое вы инвестирование все-таки исповедуете. Существует огромная масса способов инвестирования. Например, вы можете инвестировать в ценные бумаги, которые платят дивиденды. Ну, либо инвестировать в брюшевые фонды с дивидендальной доходностью. В данном случае выставление в стоп-приказов, по сути дела, смерти подобно. Ведь на рынке может произойти какое-то негативное событие, ну, например, произойти коронавирусная инфекция. Вследствие чего весь рынок упал и, скорее всего, ваши стоп-приказы как-нибудь исполнились. Вы бы вышли в убытках. Ведь если вы выставляете стоп-приказы, и этот стоп-приказ исполняется, по сути дела, вы фиксируете убыток. Вы теряете определенные денежные средства. В случае, если вы инвестируете, чтобы получать дивидендальную доходность, лучше не выставлять свои стоп-приказы. Ведь на этом, скорее всего, вы деньги потеряете. Вообще, в принципе, вас не должна интересовать конечная стоимость тех или иных бумаг, разве только в момент покупки и в момент продажи. В момент того, как происходят определенные перетрубации, либо, как говорят некоторые инвесторы, шум рынка, некоторые падения и так далее, вас это не должно интересовать. Вас должны интересовать дивиденды. Означает ли это то, что вам не нужно фиксировать убытки? Конечно же нет. Только в данном случае убытками будут являться те ценные бумаги, которые по тем или иным причинам предстали платить дивиденды. В данном случае, конечно, все воспринимается индивидуально и в зависимости от случая нужно принимать определенное торговое решение. Ясно одно, что если компания стабильно платит дивиденды и сейчас находится в не лучшем положении, не стоит закрывать свои позиции по убыткам. Если вы инвестируете, чтобы заработать на курсовой разнице, то здесь есть несколько подходов. Первый подход, он в простонародье называется «покупаю и держу». В данном случае вы покупаете определенный портфель ценных бумаг, либо просто какую-нибудь ценную бумагу и удерживаете ее до посинения. До той поры, пока вам эти деньги срочно не потребуются. Кстати, здесь мы переходим к тому, что инвестировать нужно лишь незначительную часть своих средств. Потому что иногда бывает такое, как в том анекдоте про голодных китайцев, которые сегодня закопали картошку, чтобы получить урожай, а завтра выкопали, потому что жрать очень хочется. Так вот, чтобы подобного не было, чтобы вы не выходили из убытков, необходимо инвестировать лишь незначительную часть своего капитала. Практика показывает, что на долгосрочной дистанции, уж поскольку есть определенный бизнес, и он как-то развивается, деньги вкладываются в реальный бизнес, в котором работают реальные сотрудники и платят реальные заработные платы, так или иначе бизнес потихоньку-потихоньку отрастает. Со временем, конечно, иногда бывают какие-то негативные вещи в виде коронавируса, каких-нибудь кризисов и так далее, но практика показывает, что рано или поздно ценные бумаги отрастают. Весь вопрос касаемо выхода. По этому причине, если вам деньги особо не нужны, то здесь можно, конечно, удержать эту позицию и закрыть тогда, когда она будет в плюсе. Ну, либо ваши дети закроют тогда, когда она будет в плюсе. Конечно, бывают форс-мажоры, но чаще всего все происходит очень-очень гладко. Здесь я, кстати, рекомендую, как Джон Богл покупает биржевые фонды на индексы. Но о них я расскажу в следующий раз. К слову сказать, данный портфель можно назвать инвестиционным. Напротив обстоит дело со спекулятивным портфелем. Сделки здесь удерживаются недолго, а значит, их не имеет смысл удерживать в момент, когда у компании происходят определенные проблемы, в связи с тем, что мы в это время можем эти деньги вложить в другую компанию, у которой все хорошо. В данном случае, конечно же, мы выставляем свои стоп-приказы. Где их ставить, будет о отдельном ролике. Но общий посыл именно в том, что нам необходимо закрывать свои убыточные позиции, для того, чтобы эти деньги банально не удерживать в прогарных компаниях, у которых сейчас проблемы. Я исповедую подобный метод, и в своем инстаграме, кстати, я уже рассказывал несколько примеров, когда я делал подобным образом. То есть я показывал моменты, когда я закрывал свои убытки. И это абсолютно нормальный процесс. Какая стратегия лучше, с выставлением стоп-приказов или нет, невозможно сказать, ведь все здесь зависит от стратегии трейдера и инвестора, который торгует. Конечно, если вы составили портфель ценных бумаг, который на долгосрочной дистанции окажется убыточным, то выставление стоп-приказов вам бы во многом помогло. Но, к сожалению, мы не видим будущего. Мы можем ориентироваться на советы, которые нам дали крупнейшие инвесторы, такие как Баффет, Грэм или, например, Джон Богл. Все они рекомендуют инвестировать в ценные бумаги с тем пониманием, что вы вкладываете в определенную компанию и смотреть на это именно с точки зрения, как правовладельца определенной компании. Можно привести такой пример. Например, один мой ученик решил открыть доставку роллов со смешным названием «Ясука в Калуге». Да, название действительно смешное. Очень долгое время он просил меня проинвестировать свои денежные средства в эту компанию, на что я, конечно же, отказал, потому что риски мне казались здесь запредельными. Но теперь предположим, что я, например, все-таки инвестировал в эту компанию по доставке роллов «Ясука». Кстати, они довольно-таки неплохо распространились в своем городе и, можно сказать, сделали какую-то даже монополию свою. Но тем не менее. И предположим, у этой компании есть определенные проблемы. Допустим, что-то случилось с поставщиками, либо появились негативные отзывы, в общем, возникли какие-то непрерятности. Буду ли я забирать час своего капитала или буду я отказываться от участия в данной компании? Конечно же нет, ведь временные трудности, они возможны, они бывают, и это абсолютно нормальный процесс для любого бизнеса. Важно то, что компания развивается, и важно то, что компания вкладывает деньги в реальные проекты. Полгода тому назад в одном из обзоров рынков я сказал, что нужно покупать Яндекс на все, потому что эта бумага недооценена. Тогда мне говорили, что я сумасшедший и рекомендую покупать на максимальных точках. Ну, как говорят трейдеры, покупать на хаях. Однако мы видим, что компания очень неплохо развивается, она постоянно вкладывает деньги в новые проекты, и там нет какого-то болота, нет застоя. Компания постоянно разрывается, она наращивает свою прибыль, и у нее, в принципе, все хорошо. Кроме того, на горизонте веет налоговое послабление, и вообще компания довольно-таки быстро и стремительно развивается. Практика показывает, что моя идея и мое представление о том, что компания будет и дальше развиваться, оно оказалось верным. В то же самое время, если бы я предложил сделать то же самое, касаемо, например, компании Mail.Rub Group, которая, я не знаю, торгуется ли она у нас на береже, по-моему, вроде бы нет. Настолько она неликвидный продукт, что я даже этим и не интересовался. То из-за того, что в компании происходит определенный застой, и все потихонечку разрушается. Ну вот они купили какой-то проект, и потихоньку этот проект катится ко дну. Яркий пример, например, ВКонтакте. Сколько бы мы не пересиживали убытки в данной компании, ничего бы не поменялось. Потому что компания занимает такую стратегию, она покупает определенную другую компанию, ну яркий пример ВКонтакте, и потихоньку этот проект скатывается. И таких примеров у компании Mail.Rub Group сотни, миллионы, можно даже миллионы из-за гну, конечно же, просто сотни. Но, тем не менее, эти сотни достаточно показательны. Либо другой пример, Норникель. Частенько от любого гуру вы можете услышать, что компания Норникель дико переоценена. Но те же самые полгода назад я опять-таки говорил, что покупайте Норникель на все. Потому что это компания, которая инвестирует в крупнейшие проекты. Это медь, это, в общем, это компания, которая постоянно развивается, и которая вкладывает деньги в реальный бизнес, на оплату реальных заработных плат и так далее. Ну и в конечном итоге компания довольно-таки тоже неплохо отросла. То есть, в данном случае мы оставляем за собой право на ошибку. Но в то же самое время можно и совершить ошибку. Например, я купил компанию Jobs, и я немного просчитался в своем анализе. Я думал, что компания очень стремительно развивается, но это было просто пустое, и можно сказать, я повез на определенные цифры. Я совершил ошибку, и сейчас жду, когда эта компания немножко отрастет, чтобы зафиксировать убыток. И это абсолютно нормальный процесс. Ровно как и Уоррен Баффет, например, инвестировал огромную сумму средств в авиакомпании, и со временем признал, что это была ошибка, он ошибся, и при этом он зафиксирует часть средств. То есть, когда мы понимаем, что мы совершили ошибку, не стыдно закрывать свои убытки. Вопрос в том, чтобы трезво посмотреть на представление, и трезво посмотреть на то, что происходит. Самое глупое, что вы можете делать, это крыть все свои позиции в момент крахов и так далее. Хотя, опять-таки, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь. Например, перед коронавирусом я закрыл все свои позиции по фондовому рынку, и это абсолютно было нормально. Потом рынок очень существенно упал, а сейчас я вновь откупаю. Это абсолютно нормальный процесс. Я на этом довольно неплохо заработал. Чего и вам желаю. Все то, о чем я говорю, применимо только ценным бумагам в определенных компаниях. Обратное дело обстоит в случае, если вы собираетесь инвестировать свои денежные средства в биржевые фонды на индексы. В данном случае, крыть убытки, можно сказать, точно так же, как и смерти подобно. Потому что в данном случае вы будете фиксировать свой убыток, но практика показывает, что любые фондовые индексы со временем отрастают. Это связано с тем, что любое руководство любой страны вкладывает денежные средства в развитие своих национальных проектов, развитие компаний, выплату заработных плат, ну и в целом любое государство так или иначе развивается. Конечно, если в этом государстве стоит в руководстве какой-то сумасшедший и непонятно, что там в политическом руководстве, это другой разговор. Но в целом, все страны, в основном цивилизованные, у которых есть своя фондовая биржа, свой фондовый индекс, практика показывает, что на долгосрочной дистанции они имеют свойство вырастать. За исключением, опять-таки, некоторых отдельных случаев. Посмотрите, например, на фондовый индекс Америки. Просто невероятный взлет. Хотя государство пережило две мировые войны, великую депрессию, пандемию и кучу других определенных потрясений, которые были в этой стране. Или посмотрите, например, на фондовый индекс России. Да, у нас очень молодая биржа, поэтому говорить о долгосрочной дистанции пока что не приходится, но вы можете обратить внимание, что даже несмотря на кризис 2008, пандемию и все эти негативные моменты, которые происходили, мировые санкции, все-таки фондовый индекс потихоньку-потихоньку отрастает. И как бы это ни звучало для вас странно, но так будет всегда, поскольку любое государство тратит деньги на благосостояние своей страны, что, в свою очередь, сказывается и на фондовых индексах, и, конечно же, сказывается на ваших доходах, в случае, если вы инвестировали в биржевые фонды. По этой причине здесь скрыть свои убытки, выходить под стоп-приказом смерти подобно. Когда я обучался внедрительному и спекулятивному тренингу, мой учитель часто говорил стоим и не сым. Это касается и биржевых фондов в целом, потому что иногда будет казаться, что мы на дне, что совсем крах, но практика показывает, что рано или поздно фондовые индексы, они потихоньку отрастают. Но, опять же, в рамках разумного, понятное дело, что если кто-то взорвет ядерную бомбу, отрастать будет очень-очень долго. В любом случае, пересидеть определенные убытки всегда можно. Главное, торгуйте без плечей, в случае, если это инвестирование. Торговать с плечами в инвестировании, вот это действительно смерти подобно. Ведь в данном случае, падение фондовых индексов и падение фондовой биржи, как такое в целом, может вызвать у вас потерю вашего счета полностью. Так вы можете, конечно, пересидеть убытки, если вы торгуете без плеча, но если у вас плечи, вы можете все деньги потерять. Имейте это в виду и помните всегда о принципе рычага и о принципе кредитного плеча. Кстати, у меня есть видео на эту тему. Зарабатывайте. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова